Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня по-прежнему 9 июля. Я вот сегодня в теплице описывала любимый праздник томат, голубые гели, и сразу же хочу собрать урожай томатов. И вот хочу сказать о том, что мы сетуем, что у нас стоит длительная такая аномальная жара, плохо и не завязываются, не все завязываются плоды, сколько нам хотелось бы. Но зато те плоды, которые завязались еще во время прохладной погоды, вот нижние кисти, там первые, вторые, они на такой жаре спеют, вот спеют как сумасшедшие. Я всего лишь несколько дней, 5 дней назад собирала урожай. Я вам показывала, вот сейчас пришла, снова срывая урожай, и очень быстро идет созревание плодов. Они уже поднимаются, спелые плоды, наверх. И если посмотреть, не только здесь вот этот ряд, который я вам показываю, но и те ряды, которые я вам не показываю, потому что я туда вот вглубь не всегда захожу, видите, висят такие красивые кисти. Почти на каждом томате, независимо от сорта, независимо от того, рано я или поздно их посадила, на такой жаре спеют все томаты. Вот даже Петруша-огородник начал спеть. И вот, как всегда, и плюсы, и минусы у такой погоды. Созревает все очень хорошо. Единственное, что новым молодым цветочкам, которые сейчас цветут, условия в теплице не очень комфортные. Нам опять передали с 9 по 16 предупреждение МЧС, аномальная жара. Не знаю, как будет с новыми завязями. Вот будут ли образовываться так же дружно, как образовывались сначала. Но вот эти томаты, которые уже были завязаны, я говорю, спеют как сумасшедшие. С одной же стороны, жара это, конечно, неплохо. Все. Я вот показала вам, сколько наспело у меня опять томатов. И теперь уже у нас поспевает такое количество, что мы не успеваем даже съедать. Но срывать их все равно приходится, потому что от долгого, когда они зрелые и долго висят, некоторые они трескаются, все-таки трещинки у них. Так что мы уже с томатами и в таком количестве, которые даже уже не успеваем употреблять. Все. До свидания.